Сегодня в конференц-зале Департамента соцзащиты собрались представители специальной комиссии для решения ряда важных вопросов. Конкретно обсуждали модернизацию учреждений соцсферы Старокулаткинского района и города Ульяновска. У нас на сегодняшний день из четырех вопросов, которые выносятся на наше обсуждение, три, которые мы уже с вами рассматривали, и комиссия приняла решение отправить на доработку определенных моментов для того, чтобы уже окончательно определиться по каждому из вопросов. По теме согласования ликвидации филиала Стромостякской средней школы в селе Масеевка и ликвидации Новоземницкой начальной школы с последующим созданием дошкольной группы в селе Новые Земницы выступил первый заместитель главы администрации Старокулаткинского района. В первую очередь Ильдус Хасанов сообщил, что за оптимизацию в двух селах выступили сами жители. Это подтверждается сходом граждан и подписанными протоколами. Главный аргумент – родители хотят, чтобы их дети получали современное и качественное образование. Так, на учебный год в филиале Стромостякской средней школы в Масеевке на обучение осталось 9 детей. Их родители хотят возить школьников в Стромостякскую среднюю школу за 10 километров от села, но чтобы учиться с другими ребятами. А в здании филиала средней школы после модернизации переедет местный ФАП и появится центр долголетия для пожилых граждан. Вторым вопросом разбирались с Новоземницкой начальной школой. Ее, как выяснилось, попросту некому посещать. Дети перешли в среднюю параллель и их возят в соседнюю школу. После закрытия началки сотрудники будут трудоустроены. Здание остается объектом социального назначения. Там появится дошкольная группа детского сада «Гульчачак» для пяти малышей. Решение комиссии принято, я считаю, так правильным. Факт то, что в селе Новоземницы посещают детский сад всего 5 человек. Поэтому я считаю, что группа, которая будет работать в муниципальном образовательном учреждении «Гульчачак» и дети качественно будут обучаться, соответственно, с английским уклоном, изучением татарского языка. Следующий вопрос касался передачи здания стационара детской городской клинической больницы, расположенного на улице Ефремова, 36, в оперативное управление реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья под сону. И, как говорится, постоянно бываем на мероприятиях, то есть 3-го числа был на мероприятии полностью подтверждаем 60 или 70 человек, которые были эксперты со всей Ульяновской области. И дети, родители, безусловно, однозначно все единогласно высказали за то, чтобы объединить вот эти, соответственно, два лечебных учреждения. У нас сегодня уникальная ситуация. И я считаю, что вообще это решение нужно было принимать, положительное решение по объединению еще год назад. Ежегодно в центре подсонных получают услуги 600 детей-инвалидов и молодых инвалидов, а потребность услуг составляют около 1200 инвалидов в год. В итоге периодичность предоставления услуг в дневном стационаре составляет один раз в 6 месяцев, в круглосуточном стационаре – один раз в 2 года. Этого, к сожалению, как отметили участники заседания, недостаточно для закрепления и поддержания положительных результатов после курса реабилитации у пациентов. За счет дополнительных площадей здания-стационара детской городской клинической больницы возможно оказание дополнительных услуг подсолнухам населению и охват большего количества получателей социальных услуг. Реабилитационному центру подсолнух действительно не хватает платежидей. Потенциал есть огромный, но уместить всех в одном маленьком здании – это просто практически невозможно. Поэтому было принято решение и предложение перевести пустующую на данный момент больницу, которая находится на Ефремово 36, под ведомство реабилитационного центра. Местные жители сначала высказались против такой передачи, однако, когда узнали суть вопроса, практически единогласно поддержали идею. Следующее заседание спецкомиссии решено начать с обсуждения вопроса организации работы коллектива стационара детской городской клинической больницы, расположенного на Ефремово 36. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ.